Отмечаться вы уже поняли, отмечаться вот здесь, вне зависимости от того, какой номер. Как правильно отмечать свою карту на контрольных пунктах, ориентироваться на местности и быстро проходить дистанцию. Этому учат на базе первой спортшколы и Сочинского центра туризма. Бесплатные тренировки по спортивному ориентированию проходят и на стадионе 15-й гимназии. Эта школа уже не раз становилась площадкой для проведения соревнований. Существует спортивная карта, на которой ежегодно порядка полутора тысяч участников участвуют в всемирном дне ориентирования. То есть масштаб мировой в буквальном смысле. То есть в этот день стартует не только вся Россия, но и весь мир. И в том числе наши школьники, каждый класс выходит со своим учителем на этот праздник спорта и участвует в этом мероприятии. Каждый из ребят получает диплом памятный, диплом участника. И в каждом классе мы награждаем лидеров. То есть те ребята, которые справились лучше всего. Приняв участие во Всероссийском дне спортивного ориентирования в прошлом году, ученик 15-й гимназии Костя Спасенов решил заниматься этим видом спорта и стал ходить на тренировки. За год добился отличного результата. Костя, я тебя поздравляю с твоим серебром, с заслуженным серебром. Надеюсь, что в следующий раз ты получишь золото. Молодец. Костя стал одним из лучших в младшей группе по итогам первенства Краснодарского края, которое прошло в Геленджике и получил серебряную медаль. В моей группе М11 было 48 человек. Я выбежал на 21-й минуте, там по минутам и побежал. Я прибежал на финиш, мне дали сплит и там было написано, что я был второй. Почувствовав вкус победы, Костя теперь хочет попасть в состав сборной Краснодарского края и выступать на всероссийских соревнованиях. Такие же цели и у Лизы Шаблей. Она тоже стала серебряным придером первенства Краснодарского края. Когда стартовали, было очень страшно, потому что очень много было соперников. Мы ориентировались в лесу по картам. У нас было 7 или 8 контрольных пунктов. Было одновременно и сложно, и весело, и все эмоции смешиваются. Моя цель – поучаствовать в интереснейших соревнованиях, выйти на краевые, на всероссийские соревнования. Я хочу продолжать заниматься этим спортом. Еще одно серебро в копилку команды по результатам чемпионата Краснодарского края по спортивному ориентированию принесла мастер спорта Наталья Диченко. Она занимается ориентированием уже 20 лет и за это время завоевала порядка 300 медалей разного достоинства. Сейчас Наталья готовит ребят к финальным краевым стартам. Они пройдут с 8 по 10 ноября в Сочи. По их итогам будет определена сборная команда Краснодарского края.